Единственный в Ярославской области и третий в России. Гордостью Рыбинского колледжа теперь можно назвать кабинет разработки мобильных приложений. Техникой такого уровня оснащены лишь учебные заведения из Москвы и Дальнего Востока. Рыбинск стал третьим в этом списке, а еще в начале года ситуация была иная. В течение 10 минут загружали среду программирования только для того, чтобы начать с ней работать. В данном случае мы постарались максимально мощными компьютерами оснаститься для того, чтобы избавиться от этого недостатка. Помимо компьютеров для разработки приложений в классе есть смартфоны для моментальной проверки проделанного труда. Кроме того, закуплены умные часы. Приложения пишут в том числе для них. А в аудиториях, направлении программное решение для бизнеса и бип-дизайна и разработка на рабочих местах появились мощные компьютеры с двумя мониторами. В мастерской есть абсолютно все, что нужно для подготовки востребованного IT-специалиста. Нам будет всем очень приятно здесь работать. Ребят ничто не будет отвлекать от учебного процесса. Ключевое направление подготовки Рыбинского полиграфического колледжа – печатные технологии в прессе. Специалистов среднего звена по этой программе готовят лишь в четырех заведениях России. Теперь учебная типография оснащена новой печатной машиной и бумагорезательным станком. Возможность, которую предоставило нам государство по приобретению данного оборудования, позволяет нашему учебному заведению осуществлять образовательные задачи согласно нашему времени. Предшествовал техническому переоснащению ремонт. На все это Рыбинский колледж получил федеральное финансирование в 37 миллионов рублей. Средства добавили областные власти и сам колледж. В итоге модернизация обошлась почти в 43 миллиона. Претендовали на крупный грант около 500 образовательных заведений со всей России, около сотни его получили. Нужно было на базе каждого колледжа подобрать несколько компетенций, которые бы относились к какому-то лоту. Мы выбрали из перечня компетенций, те пять компетенций, которые мы можем реализовать. Затем необходимо было составить программу. То есть, как мы планируем помимо создания этих мастерских, а как мы планируем их загружать. На базе Рыбинского колледжа, обновленного по стандартам WorldSkills, планируется проведение чемпионата молодых профессионалов. Региональный чемпионат теперь на базе колледжа – это уже фактически реальность. Другое дело, что, безусловно, необходимо получить соответствующую аккредитацию. Но в нынешних обстоятельствах местами по ряду лабораторий это уже происходит. По другим мы не сомневаемся, что это состоится. Ну а дальше колледж будет претендовать на то, чтобы проводить и федеральные соревнования. Региональный этап конкурса молодых профессионалов стартует в марте, а Всероссийский чемпионат, вероятно, состоится летом. Алена Стицу, Константин Дмитриев. День в событиях.